всем привет давно я для вас ничего не снимал что происходит у меня на работе просто не получается никак сейчас мне объемы работы возросли мы втроем готовим почти тысячу тарелок и в общей сложности в неделю мы отправляем 5000 тарелок мой шеф ушел в отпуск я помимо того что я готовлю на горячей кухне также приходится делать и холодную кухню я не стал делать запись как я все это готовлю я вам покажу просто уже готовый результат отдел я фенкафуд то есть маленькие вкусняшки я даже не знаю как они по-русски называются фенков то что берется руками это что съедается одним укусом ничего сложного время правда занимает но тем не менее иногда это делать полезно чтобы оставаться в форме так ну давайте я вам покажу что я здесь на готовил значит здесь ничего сложного это просто приготовил блины на блин наносится сливочный сыр зеленью укладывается граф лакс зависимости от того можете граф лакс уложить можете копченый на ваше усмотрение заворачивается в рулет при помощи пищевой пленки как конфетка и затем просто нарезается здесь значит внизу томатный соус с кусочками помидор сварим так чтобы он был просто густой цукини нарезается на слайсере примерно три с половиной миллиметра обжаривается на сильном огне с обеих сторон солим наносим песто из базилика внутрь заворачиваем сыр моцареллу и в качестве украшения помидор черри со свежим базиликом далее внизу помидоры конкассе без кожицы с добавлением томатного соуса это сыр козий который я натер на терке добавил мед добавил свежий тимьян скатал шарики по 25 грамм и обвалял в черном хлебе пумпа никель хлеб сначала подсушивается затем разбивается в измельчители и затем просто обваливается предварительно конечно еще немного нужно будет смазать медом чтобы хорошо крошка прилипала а другой вариант все то же самое только вместо пупа никеля добавил сухие съедобные чашелистики так но следующая композиция это тарталетки сама форма тарталеток она уже готова и мы только делаем начинку добавил массу royal это сливки с яйцом внутри мелко порезанные овощи сладкий болгарский перец и цукини и сверху козий сыр попался клиент который вот очень нравится очень любит он козий сыр а сверху это оливковая топинада оливковая паста другими словами просто оливки перебиты в измельчители с добавлением сухих помидор так ну следующей композиции это хумус с фалафелем и с артишоком фалафель это не что иное как и паста приготовленная с турецкого гороха другое название для него нут в который идет чеснок zero оливковое масло сок лимона и соль и паста тахини или по-другому сезам ну так вроде бы и все ничего сложного так ну а тут я вообще напрёкся но это конечно же делал не я то есть это уже конвенинс продукты ну как видите довольно высококачественный продукт я лишь добавил немного крема для украшения здесь и немного свежих ягод william вести фирма третер депарий третер депарий Ну вот вы слышали, да, фирма Третьеур де Пари. Я напишу, как называется, проще будет. На этом все, пока. Зои, ребятишки. Как вы знаете, я заедлый рыбак, но я уже много лет не поймал ни одного судака. А здесь, смотрите, блин, плавают засранцы. Бери, не хочу. Ну, его пожарят. У него филе такое без костей. То есть, ну, есть обычные косточки, но их легко вынимать. Не так, как у щуки там косты-кости. А здесь нормально будет. Хороший результат. Хорошие такие. Ну, килограммовые. Я не знаю, что тут пошло не так, но мой коллега тут приготовил какие-то, ну, скажем так, собачьи лебешки. Смотрится очень смешно. Здесь я вам хочу показать маленький отрывок, как мы подготавливаем буфет, как мы его выставляем. Все гастропротивни находятся на нагревающих элементах, которые в течение всего времени поддерживают температуру блюда. Ну, здесь кислая капуста, соус и нюрнбергские колбаски. Здесь видно количество, каких блюд я приготовил, которые непосредственно находятся при температуре 80 градусов. Далее тарелки. Все находятся также в тепле. Они у нас горячие. С другой стороны, это выглядит вот так. Все подписано, чтобы каждый гость знал, что он берет. Здесь происходит выдача еды. То есть гость подходит сюда, бросает сюда жетончик, говорит, что ему нужно. Здесь стоят уже горячие тарелки, вот в этом месте. Ему здесь будет, наверное, человек 5-6, может быть, 8 бегать, чтобы быстро успеть. 200 человек, в принципе, не так мало. В таких ограниченных условиях, в принципе, и раньше-то и до 1000 спокойненько. А сейчас немного проблематично. Чтобы все быстро прошло, будем отправлять. Звух станций. Так, здесь белки, ложки, почья, беда, салфетки. А здесь будут стоять салаты. А это так называемый шпукшуц. То есть защита от слюни. То есть гость, он может только видеть, но он не может сам взять своими руками. Ему обязательно все это подадут. Все это стекло. И оно везде, по всей длине буфета, кроме здесь. Юсуф, зак махалю. О, хелло, Сергей. Пока гостей нет, вот так происходит выдача еды. Все стоит в тепле, все горячее. Здесь делаются салаты. Так, дальше не еду, потому что там уже гости. Так, ну у нас по плану еда 5 человек, которые пришли сначала попробовать поесть, а потом они решают, будут они есть или нет. Так, а что это у нас такое? Значит, это щечки молодого бычка. Верзинг, а-ля крем со сливками и с беконом. Картофельное пюре с добавлением зелени. Ну и соус. Это все подготовил Кристиан. Он шуршал, как пчелка. Сейчас я покажу его тележку. Все, что он подготовил, там слишком много всего. Ну здесь овощи всякие разные. Маркос трех цветов. Так, зелень, плоские бобы зеленые, грибы, радиккио. Ну это какая-то запеканка. Или картофельное, ничего такого там плата. Ну вот и все. Поехали. Че, ребята? Всего в общей сложности ему нужно отправить 9 блюд. Три салата он уже отправил. Одно блюдо вы видели, он уже отправил. Так, следующее блюдо у него, так вижу, это кольцо. То есть белокочанное картофельное с майонезом. Зеленью и с морковью. Это же американский салат. С чем он будет, я не знаю. Сейчас посмотрим. Я, к сожалению, вам все не буду показывать, потому что у меня уже рабочий день закончился. И поэтому что успею, то успею. Что не успею, то не обессудьте. Так, ну и все-таки к этому запеченная картошка. Вот он, картофель, сейчас будет укладывать на салат. Толь ганс, толь христиан. Ну это томленая свинина. Он не знает, как он будет. Это как на тарелку это разложить красиво, чтобы было. Но дело сейчас произвольно. Ховар недоволен, что в бюро продали эту еду. Именно это блюдо ему не нравится. Не воудушевлен им. Но в принципе оно очень вкусное. Не знаю почему. Ну, слишком закомплексовано, чтобы все это дело распределить по тарелке. По нему повару недавно. Немножко любви. Ну, то есть, листочек петрушки. Так, ну и все это уезжает. Готово. Здесь, видите, в Германии как люди, прежде чем сюда заказать, сначала все это попробуют. Поели, понравилось, значит заказали. Нет, так нет. И поехали. Ну, мы сегодня в сервисе два человека. Они уже поехали. Кристиан загоняю в следующую тарелку. Все как обычно. Так, следующее блюдо. Это немецкое блюдо традиционное для именно земли Северной Асфалии. Кислая говядина. Вообще в оригинале она готовится кисная канина. Но в последнее время я уже давно не видел, чтобы кто-то готовился канины. Потому что немцы как-то стали к этому немного скептически относиться. Картофельный клес. Красная капуста. И соус такой темный, тянущийся, густой. Ну, немцы это блюдо очень любят, очень. А мне вот как-то оно не зашло. Не мое. Ну, что-то небольшая порция. Это просто, чтобы люди видели, какая порция их ожидает. Ну, а маленькая, просто чтобы они попробовали всего чуть-чуть, съедят два блюда и уже лопнут от сытости. Если вы внимательно прослушаете запись, то вы услышите, какой орган и какой орган. Так, соус еще там добавляется. Поехали. Мандаль. Мандаль. Забыли орехи. Миндаль. Теперь следующий. Ну, довольно быстро все происходит. И он отправляет в течение, наверное, каждое блюдо 7 минут и дальше. Пошло следующее блюдо. Так, шеф подключился, все подключились. Теперь все быстро-быстро должно происходить. Привет. Следующее блюдо. Пюре с картофеля и сельдерея. Хахавин. Куриная грудка, приготовленная в вине. Ну, и овощи. Ну, и соус сверху. Вот так это все выглядит. Большая тарелка. И четыре маленьких. Как я вам рассказал, чтобы мы не переели. Все. И поехали. Ждем следующее блюдо. Так, здесь таплешпиц. Мясо он приготовил очень хорошо. Таплешпиц приготовит келятина. Задняя часть с бедра. Находится под хвостиком почти. Как называется по-русски, я, к сожалению, не знаю. Таплешпиц, а не в Африке таплешпиц. В Африке таплешпиц. А это пюре с молодого зеленого горошка с добавлением мяты. Тут мне уже подсказывают. Желтый маркут. Сильдерея. А не, не, Сильдерея. Он говорит это. Брюква. Брюква. Стреклубе. Брюква. 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 Стреклубе. Хорошо. И это кальстарфил. Стреклубе. Мне кажется, это такое. Это сахарно. Сахарно выhis. Сахарно. И, конечно, я. И Montа. Бургунд. Сахарно. Дальше. Сахарно. И темный соус приготовленный бургундский вина. Мясо он приготовил в субиди. Все, поехали. Я у него спросил, так же он подготавливал в субиди. Два часа при температуре 64 градуса. Цвет очень хороший, очень мягкое, нежное мясо. Я думал, он сделан на 56, но на 56 тоже было бы прекрасно. Конечно, по времени ушло бы немного дольше, а так... Нет, очень хорошо делал. Мясо вообще очень мягкое. Ты что, пробиешь, что это? Ах, давай. Я хочу меня не стереть, а ты что? Ты что, Канин? Следующее блюдо будет Ролады. Кристиан решил его порезать. Халло, Кристиан. Забыл. Что-то забыл. Нет, ничего не забыл. Ролады и Сауэрбрак. Ага. Так, ну как просматривается. Ролады хорошо просматривается. Есть еще один? Нет. Я думаю, что два. Так, ну окей. Морковь. Морковь трех цветовая. Или Сауэрбрак. Я забыл. Это сильно очень. Ролады с Сауэрбрак, а не ценный, я как решила. Ролады хорошенько. Ролады, а не ценный. Вот и что-то. Вы можете сделать, что это не ценный? Да, это не ценный. А что такое? А это со мной, чтобы понять? не так сочетается, потому что нужно все... Но портоны очень мощные. В такой рульоне... Рульоне стоит крупный, но еще не нужно портону. Дальше мы еще еще джеки. Ага. Извините, что ты? Извините. У него еще блюда вегетарианские. Так, ну следующее блюдо у нас вегетарианское, копченый тофу с обжаренными овощами, мако с двух цветов, брокколи и цветная капуста. Соус говорит карибский. Карибский карри. Спрашивает, а что же в нем карибского? Спрашивает, цветная капуста и брокколи. Что? Если только брокколи, то не только брокколи. Ты делаешь это, как ты думаешь, Кисель. Ты же самый лучший, который еще есть, если это так дальше. Ты можешь все только вставить. Я в первом месте. Я делаю на фэр на день. Готово? Да. Мы делаем это без декора, да? Декора, чтобы не работать. Что ты можешь делать? Что ты можешь делать? Ты можешь делать это? Что ты можешь делать? Да, я могу обязательно все потреблять, Кисель. Я уже использую. Ты можешь это сделать на руках. так следующее блюдо будет у нас пюре из цветной капусты у нас полента со шпинатом обжаренные грибы шампиньоны немного ну и сверху очень много в качестве гарнитура розочки цветной капусты еще одно блюдо ушло следующее блюдо паста ракушки зеленым горошком и из зеленой плоской фасоль и соус массовый белый блюдо это фото 2 Субтитры сделал DimaTorzok До свидания, товарищ Как легла, так и дала Сегодня поеду в Голландию, точнее в Нидерланды Хочу вам показать небольшой гешефт одного из наших поставщиков А именно поставщика овощей А его гешефт я слышал очень много хорошего А именно от моего шефа Вот туда сейчас мы все вместе и поедем Просто у нас появилось много свободного времени после работы И мы решили его использовать с пользой Будет такая занимательная экскурсия Сейчас сами все увидите Вот, друзья, мы уже приехали Сейчас вы увидите всю нашу команду поварскую Это все то, что мы работаем в одной фирме А сейчас я вам покажу таких лохмастиков Вот, посмотрите То есть этот человек, к которому мы приехали Он также выращивает и свиней по высшему разряду Так, ну у него здесь две свинии Ну это наши повара Крестьян, который спиной стоит Эрик справа Вот мой шеф слева вышел в маске На улице свежо Вот посмотрите, вот так растет бруссельская капуста Вот это кайл Двух цветов Сиреневый и зеленый Их, как правило, собирают поздней осенью Или, можно сказать, даже зимой И замораживают Замораживают для чего? Чтобы они просто не горчили Так, ну что вот это такое я даже не знаю Ну вот это такой магазин великотесов Скажем так Вот это все, что вы видите на витрине Это он выращивает все сам Здесь мясо зреет Ну там вдалеке ребята что-то готовят Вам сейчас просто не видно То есть здесь производство идет по полной программе То есть вот эта вся продукция Это все производится у него здесь на месте Ну я сюда приехал чисто посмотреть Что у него вообще есть А не то, что там совершить какие-то покупки сумасшедшие Хотя, если у него что-то есть, что меня интересует То я, естественно, куплю Очень, очень хороший сыр, скажу вам сразу Если, конечно, вы понимаете, что это в сырах Вот этот кусочек сыра я куплю Он мне нравится Посмотрите, какой красавица Любодорого посмотреть Сейчас пойдем в холодильник Шеф пригласил Здесь сухофрукты всякие Орехи Все, заходим в холодильник И понеслось Пожалуйста, артишоки Не вижу препятствий Грибы всякие разные Ягод тоже всяких хватает Так, а вот это даже я не знаю, что это такое Честно говоря Вот смотрите, мы уже сколько лет в профессии А никто из нас не знает, что это такое Посмотрите Капуцин 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 Автович Вот тоже овощ Даже вот не имея ни малейшего понятия, что это такое Мы, честно говоря, не знаем, что это такое Потому что человек выращивает их здесь сам Хотел Кристиан похвастаться мне эпом, который определяет все Сейчас мы узнаем, что это такое Ни черта он не определяет Так, ну здесь цветная капуста Цвета такого желтоватого Ну, сиреневого Ну, в принципе, все это я уже видел Это я знаю Это для меня знакомо Грибы всякие разные Так, брокулини Но сегодня я возьму себе немного брокулини Они очень вкусные Как варить, как жарить Прекрасный вкус Редька, репка Самое разное Хотите такую Или вот такую Такую я даже никогда не встречал в своей жизни Еще первый раз Такого цвета И вот такой чисто красный Так, ну вот это топинамбур Его последнее время в Германии очень мало мы готовим Потому что с ним возни Картофель картофелем возни очень много Поэтому уже практически Раньше это была еда бедняков А сейчас стараются продавать на крутые партии Морковь тоже всякая Разная Сиреневая Желтая Красная Какую хотите Все есть Даже эстрагон Сейчас, казалось бы, время не эстрагоновское А, пожалуйста, есть кориандр Романевсков Это что такое? Это грибы такие Меня интересует, конечно, вот этот фрукт Посмотрите, я даже не знаю, что это такое Но пахнет вообще ароматно Что-то из семейства лимоновых Айва Ну вообще красавцы А вот отсюда Видно его угодье Сейчас он сам освободится Он нам расскажет, что да как Так, ну названия я вам никакие здесь говорить не буду Потому что моего голландского здесь не хватает Потому что у меня вообще его нету По большому счету Здесь бальзамические уксусы всякие разные Левковые масла Видно, это очень хорошего качества Потому что цена, я смотрю, довольно приличная Почти 25 евро за бутылочку А здесь она небольшая Здесь, наверное, 0,5 всего 0,5, да Так что 1 литр Полтинник нужно отдать Так, ну это жир вагу Мой человек говорит на нем Говорит, прекрасно можно жарить Не дешевый Ну сейчас придет Андрей И мы у него спросим, что почем Он как хозяин нам расскажет Ну еще, можешь, я сказал, что У Андре здесь он в контакте С теми людьми, которые выращивают скот И вот они ему поставляют продукты И он его уже здесь доводит до ума Каштаны 0,5 кг 7,50 Так, ну да что Орехи макадамию Они С 1 ль ханутом Ну мой шеф Очень От них восторген Ну я возьму, попробую Почему бы нет Все, сам владелец Андре Здесь парни у него спрашивают Что он будет делать с теми свинями, которые мы видели Он говорит, пока ничего Я шучу, говорю Побрить Ну расскажет, что одна свиня у него умерла Ну парни шутят, говорит От ожирения Он говорит, нет, говорит Это ничего, пожрали чего-то не того Говорит, что свиньи очень любят сладенького Он сейчас рассказывает про своих волосатых свиней, которые вы видели И этих свиней он кормит особенно Он дает в неделю им по 300 грамм трюфеля Ну конечно, мы шутим между собой Ну конечно, только белого Он говорит, нет, не белого Ну здесь Андре рассказывает про деревья, которые необходимы для того, чтобы трюфели росли Он говорит, что дубки, конечно, им нужно очень долго, чтобы они выросли А лесной орех, в принципе, растет довольно быстро Рассказывает, что в Германии на данный момент выращивают больше всего деревьев, которые предназначены для того, чтобы росли трюфели И эти деревья, они должны быть инфицированы, иначе трюфель расти не будет Мой французский коллега расстраивается, что говорит Но если так, каждый будет иметь возможность выращивать трюфели, то цена на них упадет И Андре говорит, что это не так все просто, как кажется на самом деле Для своих полей он еще прикупил 100 тонн калька Это для того, чтобы появились у него первые трюфели Это для тех, кто работает Дальше, очень хорошо Но у них есть 100 тонны калька 100 тонн? 100 тонны? Только на маленьком, но не положение Это как сказать Калька, вы должны на длине об этом все, что ли? Один из дома, пожалуйста Да, класс Это очень важно, калька, кальку очень важно Здесь я у него спросил, когда он ожидает первые трюфели, он говорит, ну лет, говорит, через пять, если все хорошо пойдет, то через пять лет у меня будут первые трюфели. Я у него спросил, как он верит вообще в успех? Он говорит, да, да, конечно, конечно, я верю, как? Иначе и быть не может. Я где-то читал, что потому что трюфели невозможно выращивать искусственно. Он говорит, нет, нет, белый трюфель, говорит, нет, а остальные, в принципе, все получается. Говорит, что, ну, французы утверждают, что, говорит, можно белый выращивать, но, говорит, это все только болтовня. Белые пока еще не выращивают. Итальянцы тоже убеждены, что мы, говорит, справимся, мы вырастим, но пока, говорит, этого еще не произошло. Что касается белого трюфеля, он говорит, они растут в основном там, где лесам уже более ста лет. Но этому должна благоприятствовать все, чтобы и почва была подходящая, и влажность, и солнце. Рассказывают, что белый трюфель, он растет на глубине до 80 сантиметров, в отличие от его других сородичей, которые растут примерно на глубине 10 сантиметров. И по размеру, говорит, они очень маленькие. Здесь я у него спрашиваю, говорю, свиней, которых ты выращиваешь, ты кормишь трюфелями. Он говорит, да, каждый день, говорит, ты только белыми. Я просто подумал, что при помощи вот этих свиней, которые он выращивает, он ищет трюфеля. Он говорит, нет, нет, говорит, свинью, говорит, невозможно везти на поводке, чтобы она искала для тебя трюфели. Для этого, говорит, есть собаки. Но эти собаки, они очень дорогие. Он встал в очередь в Австрии, чтобы получить такую собаку. Цена такой собаки доходит до 50 тысяч евро. И это не все так просто. Я ему говорю, ты должен, говорю, подкупить кого-нибудь. Он не понял, что это такое. Но пришлось ему объяснить популярно. Он говорит, нет, такой вариант, говорит, не проходит. Они еще смотрят, стоит тебе продавать такую собаку или не стоит. Но если у тебя такая собака есть, и ты в год находишь до 15 килограмм трюфеля, то это окупает абсолютно все твои затраты. Он рассказывает про этих собак, они как наркоманы, говорит. Вот ему обязательно, этой собаке нужно обязательно искать трюфеля. Ты, говорит, выпустишь ее утром и скажешь, ищи трюфель. Вот она будет тебя гонять. А по характеру, говорит, собаки сами очень спокойны. То есть пока ты им не дашь команду искать, они искать не будут. Я, говорит, убедился это в том, что те мои знакомые, у которых такие собаки есть, они специально, чтобы не выдавать, скажем так, трюфельные места, не дают собаке команду. Она ведет себя так, как обычная, хорошо воспитанная собака. Сидит, пока не получит команду. Если такие собаки, как у них, не будет возможности искать трюфель, то они просто-напросто зачахнут. Им нужно постоянное движение. Скоро, когда он сейчас и ночь, где он сейчас, где он или есть. Или вы всегда ху или нет? Это очень красиво увидеть. Я давал думать, что он совсем комик, Субтитры делал DimaTorzok Он рассказывает, что ему уже посчастливилось найти один трюфель, только я не помню, какой белый или черный, 400 грамм. Мой шеф спрашивает, где этот трюфель будет? Я уже его продал за 8000 евро. Я у него спрашиваю, насколько быстро можно найти покупателя на этот трюфель. Он говорит, что через 10 минут его уже забрали. Говорит, очередь такая, что разлетается, как горячие пирожки. Очень хорошо покупает трюфели в Японии. Из-за короны раньше в Америку было хорошо продать, но сейчас не особо. Китайцы хорошо покупают трюфели и русские. А в Европе люди не готовы так быстро платить. Здесь я шучу, говорю, что русские обжаривают трюфель на сковороде с картошечкой. Ну, теперь разговор уже подходит к концу. Андре предлагает нам напитки. Говорит, давайте я вам включу батарею, чтобы вам тепло, уютно было. Ну, а я на этом свой репортаж заканчиваю. Очень надеюсь, что для вас было что-то полезным и поучительным. Адрес этого небольшого магазинчика я оставлю у меня под видео. Мало ли, кто-то живет недалеко, может заехать посмотреть.